Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 30 мая 2022 года. И мы ездили за сыном в школу. Он до сих пор у нас учится. Так долго в этом году учебу. Дочка закончила 20 уже числа, 20 мая. А сын учится до 31 включительно. Завтра последний день. Я вам что вот, про что хотела сказать. Представляете, у меня первые, не то, что тюльпаны у меня дома растут. На участке я имею ввиду тюльпаны, нарциссы, да. И, по-моему, даже ландыши есть. Но они еще не цветут. А эта супруга увидела около школы мои любимые цветы. Я очень люблю ландыши. Из весенних цветов это самые любимые цветы. И он мне каждый год, представляете, срывает ландыши. Они так пахнут ароматно. А если ставишь этот букетик дома, прям на весь дом пахнет, я обязательно поставлю. И хотела вас смотивировать. Меня смотрят не только девочки, женщины, но и мужчины тоже. И у меня большая просьба к мужчинам. Дарите своим любимым, мамам, женам, девушкам, всем-всем, кого вы любите, конечно же, цветочки. Мы с супругом вот уже 22 года, с того дня, как познакомились, поженились, конечно, мы гораздо позже, но 22 года. И как приятно через 22 года, что супруг каждый раз срывает весенние цветы, летние цветы и дарит. И я желаю, чтобы вы своим супругам, мамам обязательно тоже дарили. А вам, девочки, счастья, всего хорошего. Ну и в продолжении видео покажу, чем буду заниматься. Давай. Покос травы, да, Садь? Ну как, косилка? Классно? Продолжение следует... Продолжение следует... Гринворкс. Гринворкс она помощнее, чем Гарденовская. Именно в этой ценовой политике. Я вам показывала, там есть видео чуть ниже, когда мы ее покупали. Ну косит отлично. Косилка, конечно, мы очень довольны. Это мы поставили на самый-самый минимум, видите, потому что трава быстро растет. И мне сейчас нужен прям минимум-минимум, чтобы я снимала дерн, соответственно, делала земельку и начала сеять газон. Поэтому мы на минимум поставили. А так, если там есть разные режимы, на повыше, прям на такую высокенькую, прям отлично. Мы довольны. Сегодня долго видео не будет. Все цветет. Вишни отцветают. Сливы уже облетели, отцвели. Груши отцвели уже. Я вам показывала в предыдущих видео. Это цветут вишни и черешни. Они уже отцветают. И как прекрасно цветет яблони. Вот эта молодая яблони. Цветет просто чудесно. Вот такая красотка стоит. Сад очень красивый. Завтра передают у нас опять дождь. Опять набежали облака, поэтому решили покосить. Вот там, где около деревьев, около кустарников, Дима покосит триммером. У нас завязалось очень много крыжовника. Его, правда, вот отсюда надо убирать траву. Но мы до сюда дойдем. Я вам покажу всего лишь вот прям веточку-веточку. Сейчас смотрите. Сейчас вам покажу. Смотрите, сколько много крыжовника. Кусты крыжовника просто обсыпные. Сейчас подойду ко второму кустику. Вам лучше будет видно. В этом году я, конечно, не успела с приездом обработать, обстричь. Теперь, когда отплодоносит, обстригу, обработаю. Но сухие веточки, конечно, я обстригу. Когда досюда дойду. И он весь-весь вот такой обсыпной. Крыжовника у нас будет в этом году. Слава Богу, очень-очень много. Ну, а на такой красоте. С моей доченькой не ломай яблони, пожалуйста, дочь. Не надо. Красавица моя. А на этом мы с вами прощаемся с Сашенькой, да? Желаем здоровья, хорошего настроения, всем любви и радости. И всего вам самого-самого доброго. С вами была ваша Оля и Саша. Всем до новых встреч. Пока. Пока.